Тест на ВИЧ Анастасия делась впервые в жизни. Планировала и раньше, но все не решалось и даже не задумывалась о болезни. Но страшная статистика привела девушку в спидцентр. Вообще, конечно, это волнительно. Мне кажется, любой человек так или иначе немножко переживает. Просто, наверное, страшно узнать, что это есть и как бы так сложилось. Процедура простая, занимает меньше минуты. За результатом Настя придет завтра. ВИЧ-статус такого анализа верный почти на 100%. Врачи говорят, определить, болен ты или нет, без теста невозможно. Симптомы схожи с простудой. Поэтому одна из проблем сегодняшней России – поздняя ВИЧ-диагностика. Тем не менее, самих инфицированных за последние три года стало меньше, добавляют медики. Информация за последние десяток лет кардинально изменилась. Если раньше мы говорили о том, что эта болезнь 100% смертельная, не перспективная, и поэтому создавалось впечатление, что лучше о ней не знать, чем узнать и оказаться в такой психологической яме. На сегодняшний день у нас есть инструменты эффективные и безопасные продлить и жизнь человека, обеспечить и качество жизни. И самое главное сделать так, ну, наверное, не самое главное, а один из важных, наравне тот же компонент, сделать так, чтобы человек с ВИЧ-инфекцией перестал быть источником для окружающих, поскольку эффективная противовирусная терапия позволяет этого добиться. Сегодня в Алтайском крае на учете около 32 тысяч ВИЧ-положительных. По заявке, каждый из них получает бесплатный антиретровирусный препарат и психологическую поддержку. Узнать свой ВИЧ-статус может любой желающий. Тесты в спеццентре проводят каждый вторник и четверг. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком.